Вообще мост изменился. Вот смотрите, я объясню. Мяс, в чем проблема вообще моста? Мост это в первую очередь вот эти швы деформационные, которые, когда транспорт передвигается, то есть он должен играть. Если это будет сплошное, соответственно уже конструкция будет ручиться. То есть основная нагрузка, которая сбавляет нагрузку при движении, в торможении, либо в заезде машины, соответственно вот, там они их переделывали, это делается металлоконструкция, соответственно, потом вот эта мастика заливается, эта мастика получается, она дает такой вот хватку, то есть она дает зазор, она получается... Чтобы не разрушалась, так понятно? Да, чтобы разрывов не было, соответственно, он амортизацию делает всего моста. То есть когда при попадании колеса? Нет, это дело не в колесе, сама конструкция моста. Мост должен играть, когда транспорт передвигается, а это, поэтому называется деформационный шов, то есть он нагрузку распределяет, то есть он может двигаться, то есть он может немножко избавляться, а он как мастика, он как пластилин, он где-то сближает, в то же время чуть расходится. А скажем, Бриджи, а вообще это сейчас ремонт какой вообще? Средний, да? Вот смотрите, на данном этапе мы практически сняли весь слой, есть сетка, вот до нее мы дошли, сделали ямочный ремонт. Вот это называется мелко-крупнозернистый слой, первый слой, и верхний слой будет щебеново-мощичный асфальтобетон. Вы уже видите, что практически компания завершила. Дальше улица Акимжанова, в прошлом году мы начали дорогу, нижний слой постелен, дальше отсюда, начиная со Азнавроза, будет второй слой щебеново-мощичного асфальтобетона, дальше по улице Акимжанова полностью мы положим второй слой. Также скоро приступим к улице Азнавроз, полностью начиная с перекрестка Абухайрхана, тоже два слоя будет ремонт. Соответственно, мы получим хорошую связь от Абухайрхана, то есть можно с аэропорта с той стороны, либо с 11-12 микрорайонов до улицы Пунаева и Ноплина. Это будет хорошая связь. Этот мост своевременно был построен, он дает хорошую разгрузку. Да, были определенные нарекания. Но в прошлом году, увы, мы его не успели, в силу того, что мы решили по пути не только среднего капитального ремонта, но здесь уже проблема была с самим Шуа, поэтому надо было делать определенный проект. Проект мы сделали, как я говорил выше, 45 миллионов тенге, туда входит замена металлоконструкции и два слоя асфальта. А вот видео было в паблике, то, что снизу что-то течет, разрушение бетона, это правда? Ну, в любом случае мы делаем техобследование, это серьезная конструкция. Конечно, эксплуатация моста без техобслуживания, технического надзора, конечно, не будет вводиться в эксплуатацию. Соответственно, это исключено. Ну, Вахмед Аслабинович, видно, что ремонт ведется, и я сам слою, надеюсь, что этот асфальт и этот мост, думаю, год атрибутный расставит, да, без всяких проблем, без работы? Он должен стоять постоянно, своевременно по надобности ремонтироваться, если надобность есть. Ну, я думаю, два слоя продолжат очень долго, а тем более, вы заметили, в городе, ну, и на последнее время, в прошлом году, порядка 80% дорог, верхнее покрытие, это щебеномастичный асфальтобетон, он служит долго. Компонентов, если в мелкозернистом и крупнозернистом, порядка 5-7, а на щебеномастичном асфальтобетоне 20 компонентов, то есть уже прослужит долгий страх. Я бы хотел, если бы мы своевременно, конечно, когда возникают вопросы, совместно отрабатывали, то есть попросил бы всех жителей, если действительно по локации где-то мы видим проблему, либо сразу несвоевременно получили, либо не знаем ответ на этот вопрос, я готов всегда выезжать на место с активными нашими гражданами, депутатами, членами общества совета, с блогерами, журналистами нашими, и на месте уже показывать всю эту работу, которую мы делаем. Просто хочется сказать, что делается немало, проблем тоже немало у нас, и, соответственно, мы должны совместно до населения доносить, вносить ясность и обозначать точные сроки. Да, согласен.